Хм, здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Закалённые в бою мы продолжаем проходить спецмиссии. Новые спецмиссии. В кои-то веки новые спецмиссии. К сожалению, предыдущую спецмиссию я пропустил. Ну что ж, будем теперь смотреть, что у нас здесь, собственно. Тем более, у меня такое предчувствие, что немногое мы потеряли. Весь угар ещё впереди, как говорится, а также неожиданные сюжетные повороты. В принципе, как и ожиданные тоже. Но, тем не менее, расколотые линзы. Спецмиссии у нас называются. Награды у нас здесь довольно какие-то интересные. Так, и... Ну, понятное дело, на эксперте пойдём. Часть первая, апертура. И первая миссия, видоискатель. Это этот, что ли? Баррикейт или кто это? Чё за бот-то, чё-то я... Или блэкаут? Я чё-то уже несколько путаться начинаю. Мегатрон, мне кажется, что распространение власти твоей вселенной на нашу ещё далеко от завершения. Нифига себе, Мегатрон классический в сюжете. Я чё-то пытался сейчас вспомнить, где же я мог ещё увидеть. Ну, это давно, когда была его сюжетная линия. А теперь классика заговорила. Полностью согласен, мой друг. Мне кажется, что чувство товарищества десептиконов здесь всё ещё работает. Автоботы и десептиконы объединяются. О, так они объединяются. Кстати, а чё у него эти горят? Синим цветом. А не красным. Видимо, он изменился. Я согласен с некоторыми из твоих наблюдений. И у меня есть тот, кто видел эту войну с обеих сторон. Мне это не очень нравится, Прайм. Прошу принять мои подозрения к сведению, когда всё это обратится против нас. Сила десептиконов с тобой, мой зубастый брат. Ну и что скажете? Десептиконы трусливые и суеверные. Но они ещё и оппортунисты. И они действительно завербовали бы глупого Максимала. Запах злобного читера витает в воздухе. И он наша первая цель. Читер? Мы будем драться с читером? Ничего себе. Чё-то, короче, какая-то тема случилась, видимо, в предыдущем. Да, Эвенти? Они объединились, типа, якобы. Ха. Да. Говорят, там лютый угар был. Ну ладно. Давайте будем, так сказать, пытаться наверстывать то, что было. Чё-то Мегатрон и этот Оптимус объединились. Забавно. Очень забавно. Но, в принципе, неудивительно. Потому что... Они когда-то были вместе за одну идею. И не раз объединялись в разных вселенных для достижения одной цели. И, в принципе, то отчасти и цели-то схожи. По крайней мере, у Мегатрона были когда-то такие цели, общие с Оптимусом Праймом. Только, к сожалению, пути для достижения данной цели у них разные были. И у Мегатрона средства для достижения данной цели превратились, собственно, в самоцель. Так сказать, вот в этом-то и заключался великий раскол. По крайней мере, по одной из вселенных. По многим другим, там, возможно, могли быть другие причины, но основная суть особо не менялась. Ничего себе, что-то я прямо чудовищный урон наношу. То есть, это на аватарке был там читер нарисован, да? И это вы хотите сказать читер? Это гриндер вообще. Ну, блэкаут гриндера у них как-то одинаково выглядит. Странно. Красноглазый читер. Мегатрон с синими этими глазами. Синий цвет. Цвет автоботов. Знаете ли, вспоминается фраза из Мальчишника в Вегасе. Что за ужас тут творится? Когда он там, это, беззубый там был один из троицы. Да так и здесь. Но, как я и говорил, тут, в принципе, сюжет особо такими красками блистать не будет, потому что все так или иначе заканчивается дракой. То есть, матрица сюжетных линий по одному сценарию строится. Так, ну я вижу читер там и здесь. И ему так или иначе суждено словить. Но давайте вон у нас по сюжету динобот там как раз в наших рядах. Поэтому побазарим сначала с ним, а он потом будет там это, на читера переводить стрелки. Все-таки с читером драться будем. Забавно. Весьма забавно. Зол. Зараза. Ну вот и все. Отмучился. Только одну пуля получил, но не страшно. Вон, на загрузочном грани было видно, что у Мегатрона красные глаза, а теперь они у него синие. Простыл, походу. Походу, простыл. Ох ты, а читер теперь красноглазый? Рвать, терзать, уничтожать, пировать. Знаете ли, он сейчас видимо описал сюжетную линию этот, как фильмы неудержимые, да? Это как я вспомнил. Посмотрел тогда вторую часть. Первая еще куда там не шла, хотя тоже. Но вторая вообще, просто первые 15 минут. Кого-то валят, стреляют. Там вообще черт знает что. Там аж люди начали спрашивать. Здесь вообще сюжет есть? Просто что? Разруха. Так и здесь. Читера писал грядущий фильм об неудержимых, да? И четырьмя словами. Ну да, осмысленные фразы подъехали. Металл, клинки, хорошо режут. Хорошо, уничтожай. Чусь читером. Обычно твоя болтовня перегружает мои каналы коммуникации, но я думаю, что мы могли бы стать прекрасными партнерами. Ты несешь еду, ты режешь на кусочки. Дружище, покажи мне, как ты сокрушаешь других ботов. И мы устроим пир. Вообще все... А-а-а-а. Была как-то такая тема. Откуда Немезис Прайм был? По крайней мере, вот здесь. То есть, вселенная, где все шиворот на выворот, да? Типа так что ли? Случилось. Ну круто, круто. Очень круто. Так, все, ларь. Ты будешь атаковать? Ага. Зараза. Ух ты какой, а. Нифига себе, это... Это я в него попал? При этом он увернулся. Точнее, я выстрелил, в него не попал, он увернулся, но при этом пошел энерготек. По всей видимости, по щеке проскользнула пуля. Видимо, как-то так. Либо у него от страха, что рядом пулю прилетело, какой-нибудь шов разошелся. В районе задницы. Так, кремлок против шарктикона. Главное, не попал, в него энерготек начался. Фантомная боль. О, битва на мечах. Ну, и кремлок. А если у нас с Арси, так сказать, больше психического воздействия, да, боец, то гремлок у нас чисто физического. Было бы классно бы, если бы тут был эффект, что у него бы еще этот меч горел бы. Черт, я думаю, на кого похожи эти клинки? Че-то мне это напоминает. Дэвил Мэй Край. У гремлока прям как мятежник меч, такой же, увесистый, здоровый. А у этого шарктикона от Бладжина, как это, Катана Ямато. От Верджила. Черт, похоже. Кажется, Десептиконы дали приют одному из ваших беглецов. Из благородных побуждений? Дарит защиту и поддержку тем, кто в них нуждается? Твои инстинкты достойны восхищения, Старскрим, но, к сожалению, я полагаю, что речь идет о более зловещих мотивах. Понимаю. Но я все еще верю в то, что внутри каждого бота скрывается истинное величие. Господи, че случилось? Че они все это? Всех беспокоит чрезмерная милота этих Десептиконов, не так ли? Вряд ли мне одному это не по себе. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть, я пытаюсь об этом не думать. Тебе не придется об этом беспокоиться слишком долго. Я собираюсь накормить своего нового питомца, а ты будешь разорван на части. Вообще, а че случилось? Почему они такими реально милыми какими-то стали? Как-то странно. Очень странно. Гриндеры. Прайм-усилитель. Прайм опять загнал товар по дешевке. Акционный день был, да? Все купили усилители. Спецатака 3 открыта. Заданы дальний. Увеличивает урона дальних атак на 200%. И скорость. Дело гряне. Придется тяжко. Ну, давай. В зал. Посмотрим, у кого дальний посерьезнее будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Дойти бы до атаки в три деления. Так Пошла дара Слушайте, а у него щит вообще Ох ты Шанс критических ударов меньше стал А что происходит? Почему боты начали получать урон А я собственно не получаю урона Воздухом что ли меня атакуют? Маги воздуха все что ли стали? Че за фигня? То Арси попала Как бы не попадая в В бедолагу этого То Оренхайт Ловит какие-то фантомные удары Какая-то и дичь творится Ей богу Мда Видоискатель не понял Че за фигня А да Я подумал что не сначала Как бы Думал может что-то упустил А то как-то события начались Странные Оказывается нет Все это самое Все замечательно Ну ладно друзья Давайте-ка тогда закончим тут И продолжим уже как обычно Все в следующей серии Ссылка на плейлист Группу ВК Фейсбук Твиттер А также на другие прохождения По вселенной трансформеров Снизу в описании под видео Рекомендую к просмотру С вами как всегда Был Андрей Доцент Крепкого здоровья Приятного настроения И хрени вас праймус Юникронома Пока-пока